Всем привет, с вами Блокавто МПС, я Игорь Сидин и сегодня я за рулем новенькой Mazda 6. Такой сложный вопрос считать этот автомобиль принципиально новым или сильно обновленным. Вот нынешний кузов, третье поколение, появилось в 2012 году, всего лишь 7 лет назад. И это уже второй, а по некоторым подсчетам даже третий рестайлинг. Кузов по сути своей остался прежним, но самое главное, это новый двигатель. 2,5 литра, но теперь с турбонадовом. Точно такой же мотор вы видели уже под капотом CX-9, но там большущий 7-местный кроссовер. А тут легкий стремительный седан и 230 лошадок и гора ньютон-метров. Возникает логичный вопрос, многие компании сейчас создают двухлитровые турбомоторы и снимают кто по 250, а кто и по 300, а Mercedes аж по 400 лошадиных сил. Почему 2,5 литра и почему всего 231 лошадка? И очень простой ответ. Смотрите, я сейчас еду в обычном дорожном режиме, не спортивном. Скорость вот сейчас 100, 2000 оборотов. Я утапливаю. И разгон, ну практически мгновенный. То есть для того, чтобы с небольшого объема получить много литров, надо поставить турбинку побольше. И естественно это приведет к турбозадержкам. Здесь турбинка небольшая, объем более внушительный, и Mazda заметно живее реагирует. На газ, на все что угодно. Я не знаю, видите ли вы сейчас, какова реальная скорость, говорить я ее точно не буду. Но это быстро. Я в окрестностях Владивостока, в частности по пути из Владивостока в Находку, но не основной дорогой вдоль побережья, а более сложной, извилистой, наверное даже хорошего качества, не считая периодических выбоин, которые здесь попадаются, и коллеги уже успели побить здесь колеса. Я еду на 19-дюймовых шинах с совершенно неприличной скоростью, и это кайф. Весь рынок, и даже сами Mazda говорят, что сейчас продажи автомобилей тяготеют кроссовером. Все хотят кроссовер. И у Mazda они, разумеется, есть, на международных рынках их даже много. Есть CX-3, CX-4, у нас есть только CX-5, есть CX-8 еще, ну и у нас скромно продается CX-9. Но при этом своим флагманом, пусть и более доступным, чем, например, девятка, Mazda считают именно шестерку. И это правильно, они говорят, что мы хотим, чтобы вы покупали именно такие машины, чтобы вы получали удовольствие от вождения, чтобы вы чувствовали вот все, что мы вложили, все доработки, которые были сделаны, в частности, в этом автомобиле. Переработаны пружины, стали жестче крепления стабилизаторов поперечной устойчивости, изменены амортизаторы. Все это проделано спереди, сзади. Демпферы отбывают куча-куча всего по подвеске. Окей, наверное, если уж говорить про мощный седан со спортивным акцентом, хочется, чтобы он был заднеприводным. Ну, либо полноприводным, но с акцентом на заднюю ось. Можно ехать по разбитым дорогам достаточно быстро. Ни пробоев подвески, ни какой-то потери комфорта. Разумеется, Mazda в очередной раз поработали над шумоизоляцией и специально даже работали над таким параметром, как распознание задним пассажирам голоса водителя. Добавилось шумоизоляции везде. В стойках, на центральном тоннеле, разумеется, на задних колесных арках. Пол выложен теперь более толстыми шумоизоляционными матами. Приятно, вот, когда на тахометре больше 5000, ну, наверное, после четырех появляется звук мотора. Он не громкий, ни разу не раздражающий, но очень приятный. Единственный вопрос, который гложет, который не дает покоя, не дает полностью насладиться этим автомобилем. Почему же так неудачной продажи шестерки и все они, увы, не имеют никакого отношения к качествам самого автомобиля? Ну, во-первых, будем честными, немногие из нас с вами любят поворачивать в автомобиле, а самое главное умение шестерки это именно способность поворачивать, дарить удовольствие за рулем, вот, в поворотах. Тогда, когда вы чувствуете машину, вы ей доверяете, и вы выкладываетесь на 100%, и машина отдает вам все это. А с другой стороны, шестерка слишком красива. Слишком красива для того, чтобы быть мужским автомобилем, чтобы ее можно было купить красного, вот этого фирменного цвета. Soul Red. Есть риск быть принятым, ну, в лучшем случае за девочку, а в худшем случае вы сами понимаете, за кого. Впервые в шестерке, ну, естественно, в самой дорогой комплектации появилось дерево. Натуральные деревянные вставки. Но самое приятное, это вот эта Alcantara. Искусственная Zanshu у Mazda. Есть для нее свое собственное название, с натуральной строчкой. И это вызов всем, кто пытается либо имитировать строчку, либо обшивать переднюю панель кожзамом. Экран мультимедиа подрос, был 7 дюймов, стал 8, хотя сам козырек остался прежним. Щиток приборов также изменился, и спидометр теперь полностью цифровой. То есть тахометр и указатели температуры, воздуха и запаса топлива обычные. А спидометр, это цифровой экран. У него не самый большой функционал, но он есть. Сюда выводится показание бортового компьютера. Навигацию вы вывезти сюда не получится. Есть полноценная проекция на лобовое стекло. Она цветная, достаточно крупных размеров. Все хорошо показывает дорожные знаки, скорость, подсказки навигации, и так далее, и так далее. Есть система кругового обзора, состоит из четырех камер, причем фронтально имеет угол обзора. 177 градусов, почти 180. Есть боковые камеры, их можно включать по отдельности. И, кстати, система кругового обзора включается даже на высокой скорости. Естественно, удобно при парковке, чтобы не пострадали вот эти красивые 19-дюймовые колеса. Есть вентиляция у передних кресел, то, что есть у многих конкурентов, есть у Camry, есть у Optima в богатых комплектациях. У Mazda, наконец-то, тоже появилась. То есть, светодиодные фары сильно обновились. Если раньше в каждой фаре было по 4 диода, то сейчас их по 20. Соответственно, они лучше освещают дорогу. И теперь есть 6 режимов повороты фары в случае, когда вы движетесь по дуге в зависимости от ее кривизны. Адаптивного круиза на российском рынке у шестерки, увы, нет. Если в Европе, в Японии, в Америке везде он доступен, то у нас невозможно сертифицировать того поставщика оборудования, которого использует Mazda. Есть функция экстренного торможения, но если раньше она работала в диапазоне от 30 до 80 км в час, то теперь она работает в диапазоне от 4 до 80 км в час в случае с автомобилями и в диапазоне от 10 до 80 км в час в случае с пешеходами. Также в случае наезда на пешехода Mazda 6 теперь может слегка приподнять капот вверх и таким образом снижается риск травмирования. Вот я и на заднем сидении Mazda 6 мы едем. Как видите, покачивает, потряхивает. Дорога далеко не идеальная. А сзади все равно достаточно тихо. То есть, если раньше, естественно, хорошо было слышно звон камушков по задним аркам и задние пассажиры от этого страдали намного сильнее, чем передние, то сейчас все хорошо. По габаритам кузов не изменился и, соответственно, место сзади осталось столько же. Над головой... Вот я максимально прижался спинкой, максимально высоко поднялся. На спинках задних сидений так же, как и спереди вот такие эффектные металлические вставки. То есть, это на самом деле либо металл, либо металлизированный пластик. Они достаточно жесткие, но при этом они, естественно, совершенно не чувствуются ни спереди, ни сзади. Точно такие же вставочки вот здесь. Но это особенность самой дорогой комплектации Executive и, соответственно, достаточно большой цены. Но самое главное, это, конечно же, комфорт. Комфорт не только в части шумоизоляции, но и в плане работы подвески. Потому что по сравнению с предшественником новая шестерка стала тяжелее на 150 килограмм. Отчасти это, конечно, особенности турбомотора. Компрессор, интеркулер и так далее. Но большая доля из этих 150 килограммов это шумо и теплоизоляция. Подогрев сидений был и раньше. Он прячется вот здесь в подлокотнике. А кроме того, появилась пара USB-розеток. Они уже есть в топовых версиях CX-5. Но теперь они появились еще и на шестерке. Кстати, я забыл вам сказать, сидя за рулем, но у новой шестерки появился электрообогрев лобового стекла. Но не всей поверхности, а зоны покоя дворников и левой стойки. Там, где обычно скапливается снег и там, где с этим имеются наибольшие проблемы. То есть на поверхности стекла у вас нет сеточек, которые мешают ночи, которые бликуют от встречных фар. Включается подогрев вместе с обогревом заднего стекла. Отдельной клавиши не выведено, но вот такое упрощенное и, как мне кажется, более логичное, более удобное решение. Но, конечно, главное достоинство, главное качество шестерки это способность дарить удовольствие от езды. Но теперь это еще и совмещается с такими атрибутами флагмана, как богатая отделка и достаточно высокий уровень комфорта. Друзья, что выбрали бы вы, если мы говорим про машину ценой, скажем, около 2 миллионов рублей? Toyota Camry ну, абсолютный лидер продаж в этом классе. Богатая, дорогая, топовая Kia Optima GT 2 литра 245 лошадиных сил либо менее мощная, но в то же время более стильная Mazda 6. Оставьте, пожалуйста, свое мнение в комментариях и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Хорошего дня, до новых встреч!